Всем привет! Новое видео на канале GadgetMoney. Сегодня я сходил за очередной посылочкой вот такой вот, пока могу смело рекомендовать. Магазин PUD.RU. Там, как мне выяснилось, очень большой ассортимент гаджетов из представительства умного дома и вообще умной электроники. И в частности, компания Xiaomi. Что я получил? Ну, в общем-то, в основное помещение, где я проживаю со своей семьей, нужен светильник. 18 квадратных метров и выбор остановил на 48, соответственно, 480 у нас миллиметров, 48 сантиметров. Это у нас, господи, диаметр светильника от компании E-Lite, что является, по-моему, если я не ошибаюсь, суббрендом Xiaomi. Сейчас иду домой распаковывать посылочку. Там еще пару ништячков, о которых я позаботился и, соответственно, тоже заказал. И мониторяй интернет, я понял, в принципе, что цена самая-самая адекватная именно в PUD.RU. Ссылки оставлю в описании. Это не большой магазин, но у него есть определенная своя репутация. И она, по крайней мере, по тем отзывам, что есть на Яндекс.Маркете, у них пока что нормальная. Я надеюсь, будет и в дальнейшем нормально. Что понравилось? Никакой аффилированности к магазину не имею. Никаких скидок мне никто не представлял. Я все приобрел за собственные деньги, поэтому это не фу реклама, а вот свое мнение. Отправка, если оплачиваете до пяти вечера в этот же день, мне очень понравилась. То есть буквально через две минуты после заказа я получил уже трек-номер накладной электронной. И уже вечером накладная трекалась. В понедельник, в пятницу заказал, в понедельник все приехало. То есть с Москвы. Обещали во вторник, но СДЭК привез. Не на удивление, а очень-очень быстро. Упаковано все, как мне кажется, хорошо. Ну и дальше будем вскрывать и наблюдать, что внутри. Вот такой вот карабасик приехал. Смотрите, фирменный. У них если есть скотч, это уже магазин не говно. Если есть фирменный скотч, значит ребята не жопятся ни на упаковке, ни на чем. Там две маленьких коробочки, одна большая коробочка. Ну и мне кажется, по доставке это вообще очень-очень хорошо. Два дня с Москвы это прям... Там еще подарок, ручка, но это фигня, помню. Итак, друзья, в этой коробочке с посылкой из магазина PUDRU, ссылочки, напоминаю, будут в описании, находились следующие гаджеты. Это, соответственно, лампа, о которой я вам говорил. И Lite компания. Мне кажется, это все одно и то же Xiaomi. 480, то есть она достаточно большая. У нас она работает с Google Home. И, соответственно, я вам сейчас объясню немножко по политике партии, в плане, какие же все-таки гаджеты и какие же все-таки продукты, составляющие умного дома, покупать. Если вы приобрели набор умных датчиков от компании Xiaomi в российской рознице по скидке, как я, за 2000 рублей или там средняя цена, сейчас от 2000 до 3000 в зависимости от магазина, ссылочки тоже будут в описании. В общем и целом, получается, что эти гаджеты, они, точнее, этот набор принимает в себя, так как он глобал и RST-версия, он принимает для себя, на себя, соответственно, и работает только с глобальными версиями продуктов. И список их достаточно ограничен. Вы можете пойти несколькими путями. Первый из них – это скачать стороннее предложение, модифицированное приложение Mi Home. И, соответственно, никаких проблем у вас не должно возникнуть. Хотя я разбирался примерно по 30 минут в день, и только получилось все это дело включить и соединить на третий день. Да, ну не потому, что я дурак, а потому что достаточно много подводных камней. Если вы не хотите ничего этого, вы просто покупаете Agara Hub, который стоит порядка 3-4 тысяч рублей, в зависимости от того места, где вы приобретете, и уже непосредственно коннектите на него всю остальную периферию. А датчики, которые вы купили за 2 тысячи рублей или за 3 тысячи рублей, ну, условно говоря, вы просто купили датчики открытия-закрытия, датчик освещения и так далее. Эти нюансы касаемы только непосредственно вот как раз-таки RST-версии систем Умного дома, потому что Gateway 2, он даже не Gateway 2, а он вот этот хаб в составе набора датчиков и головного устройства, головного устройства, оно, он даже не второй версии, он какой-то переходящий между первой и второй. В общем, смысл в том, что он ограничен по функционалу для работы на российском рынке. Но такие умные устройства, как лампочки, если вы RST купили, как я приобрел непосредственно в онлайн-трейде, да, он без проблем видит и никаких проблем под соединением не происходит. Зная это, я подбирал себе глобал-версию данной лампы. Лампа в комплекте, сама лампа и пульт. Больше там ничего нет, есть еще 4 самореза и 2 дюбеля для того, чтобы вы могли это все в потолок себе установить. Удобная площадка для крепления, удобный монтаж трех контактных проводов. На моем случае два контактных провода, один просто заизолировали и все убрали. Установил мне, условно говоря, электрик. Я в этом особо как бы не понимаю, не хочу заморачиваться. За 500 рублей просто там установили в течение трех минут как бы. Тем более что-то сверлиться, придумываю где-то брать перфорат, которого у меня нет. На самом деле я пошел по пути наименьшего сопротивления, заплатил деньги и через 10 минут у меня эта лампа непосредственно была установлена. Я вам ее сейчас в дальнейшем буду показывать. Дальше. Также у нас в посылочке шло вот такое вот устройство, называется умный куб Агара. В общем-то, в принципе, Агара это тот же самый Xiaomi, только для USA рынка, то есть для рынка США. Есть умные кубики от компании Xiaomi, но Агара почему-то я разбрал в пуде, как бы он стоит. Самая выгодная цена по рынку, по Яндекс.Маркету, там порядка 890 рублей. Он мне нужен, мне хотелось его потестировать. С ним были тоже определенный ряд ограничений по подключению, тоже расскажу чуть позже. И третье устройство, это вот такой вот уникальный набалдажник на ваш кран, Automatic Water Saver Tape, то есть все в комплекте есть, никаких дополнительных инструментов не нужно. Даже я, условно говоря, жопоруки рукожоп смог установить это в течение 30 секунд на свой кран в моей импровизированной кухне, небольшой кухне. И вот это устройство, друзья, за последние несколько лет, это, наверное, самое, как вам правильно сказать, самое счастливое, что ли, в покупке. Потому что у компании Xiaomi есть исследования на эту тему, и вроде как экономия воды от 20 до 38% с помощью этого датчика. Здесь стоят два фотоэлемента, точнее элементы на движение, и как только происходит, как они видят непосредственно какую-то руку или еще что-то, вода начинает как бы бежать. Причем с помощью пузырьков она насыщается кислородом, меньше потребляет, но ощущение большей струи воды, и, соответственно, на этом происходит экономия. Установка тоже моментальная, буквально совсем-совсем быстро. Есть в комплекте на всевозможные экраны переходнички, также ключ для того, чтобы вы это все дело прикрутили к крану. Ну и, собственно, вот в этом конверте у нас лежала документация в виде чека и подарочные одноразовые ручки, эко-ручки из бумаги. Итак, давайте переходим к лампе. Сейчас я буду отходить потихоньку в сторонку. У меня сейчас в доме происходит, скажем так, ремонт. Недавно нас затопили соседи. Это было весело, вся электрика вскрывалась, то есть все розетки, выключатели открывались, просыхало это все. Ну, вроде все это дело работает. Вот так вот установлена данная лампа. Я бы не сказал, что она супер большая, ну и не супер маленькая. Площадь гостиной-спальни 18 квадратных метров. Поэтому освещения этой лампы более чем достаточно. Я не пожалел, что я взял лампу без перфорации под звездное небо, потому что, ну, на самом деле, как бы, наверное, в какой-то степени баловство. Вот такой вот канонический, классический стиль обычного светильника, обычного такого плоского плафона, он заставляет не замечать. И комната, у меня до этого был просто цоколь и патрон, патрон, точнее, и лампа. Никакой люстры здесь с момента заселения не было, потому что я не люблю люстры, не люблю вот это все. И сейчас пришло время, и мне очень нравится, как смотрится данный светильник на потолке. В общем, вот так вот, если смотреть на комнату, это в общей стилистике. Прикольно, очень хорошо. В комплекте шел пульт и идет без батарейки. Настраивание пульта происходит путем зажатия клавиш ON, M и OFF в течение. При этом надо выключить светильник буквально там на несколько секунд. Потом зажать, происходит спаривание, и все это дело по протоколу Bluetooth, по-моему, работает. Без каких-либо проблем. Это один из датчиков в составе умного дома за 1990 рублей в виде кнопочки. Она у нас на столе всегда теперь будет лежать. И вот такой вот кубик, который тоже был в комплекте с этой посылкой. Смотрите, что происходит. Я сейчас, вот там вот лампа, точнее там у нас торшер производства ГДР. А такие я делаю вот так, и зажигается свет. Я делаю вот так, и свет у нас непосредственно тухнет. Ну и умный дом был бы не умный дом. Интеграция с Алисой всех этих устройств есть, в том числе и этой лампы E-Lite. У нее есть отдельное приложение, она работает с Алисой, она работает в составе умного дома. Ну и, собственно, фокус, который, ради которого все это делалось, наверное. Алиса, включи лампу. Вот так вот все происходит. Да, задержка есть. Буквально одну-две секунды, пока Алиса услышит, пока Алиса сообразит. Все это переключается, но по временным рамкам вообще никак. Вот такое вот максимальное освещение на данном этапе. То есть сейчас день, все становится хорошо видно. Алиса, включи торшер. Алиса включает торшер, и смотрите. Алиса, выключи лампу. И вот так вот, допустим, можно обыграть это сценой. Опять же, управляется это все через приложение, через Mi Home. Там установлена лампочка от компании Xiaomi. Можно настроить световую сцену, световую сцену. И, допустим, смотрите кино, поставили там приглушенный цвет. Свет, ложитесь спать, работает в виде ночника и так далее. Умный кубик. У него есть 6 действий, если я не ошибаюсь. Допустим, вот это действие. Я просто подвинул и включился цвет. Также у меня настроено включение вот того, я показывал. Если вы делаете вот так, то у вас свет выключается. Параллельно это все работает с Алисой. Параллельно это все работает с пультом. Параллельно это все работает с кубиком. В дальнейшем, когда я буду делать непосредственно отзывы, промежуточный какой-то видос по поводу умного дома, набора датчиков и моих, скажем так, двухнедельных экспериментов, я вам расскажу свои сценарии использования, что и где установлено, какие я из этого сделал уроки, стоит это того или нет, для чего и для кого нужны эти вещи. Ну, светильник нужен, наверное, в каждый дом. Допустим, я захотел, поставил режим вот такой вот. Я захотел, поставил режим ночной. Я захотел, поставил, соответственно, вышел с ночного, поставил вот такой вот режим. То есть я меняю именно темнее, точнее, теплее или холоднее становится освещение. Если еще нажал, совсем желтенькое стало. Ну, давайте сейчас переходим в мою импровизированную кухню. Сейчас это выглядит вот так вот. Кухня у нас расположена там, где должен был быть встроенный платяной шкаф в однокомнатной квартире. То есть, по большому счету, в коридоре. Но не про это сейчас. Сейчас вот как раз таки вот этот вот прикольный прибор, которым я очень доволен, как он работает. И вообще доволен приобретением, потому что за 1250 рублей вы получаете вообще мега эмоции. Во-первых, в период пандемии вот этой всей, как вы понимаете, ерундистики, которая происходит сейчас в мире в целом и в России в частности. И не только, да? Очень удобно. Если я захочу, я делаю вот так. Если мне нужен постоянный поток, я делаю так. Вообще фокусы просто обалдеть. Давайте вот, кстати, внешний вид у нас вот такой вот. Можно поставить так. Я пока экспериментирую. Он электрический. Здесь есть разъемчик под зарядочку. Причем заряжать надо раз в два месяца. Не так часто. И пока стоять вот так, я до губки, соответственно, пока иду, включается. Кому-то это будет неудобно, кому-то удобно. Я пока ищу для себя выгодные положения данного датчика, потому что, ну, вот, может быть, вот так, да? Что-то помыли, набрал. И, соответственно, без каких-либо проблем. Так вот, в чем преимущество? Меньше напор воды, больше пузырьков. Ощущения я люблю, когда воды много. То есть, когда она льется не тонкой струйкой, а толстой. На меня постоянно, как бы, жена ругается, что я трачу много воды. Собственно, ну, проэкспериментируем на протяжении, там, квартала, полугода. Покажет, насколько много я, соответственно, сэкономлю с помощью этого датчика. Второй нюанс. Вы практически не касаетесь кранов, практически никогда, а только в качестве безопасности из-за того, что сейчас кран холодной воды открыт, кран горячей воды закрыт. Потому что есть определенные нюансы, о которых я расскажу чуть-чуть позже. Соответственно, мы пришли, разделись, помыли руки с мылом без каких-либо проблем. И можно так, можно так. Пока я держу, он работает. Только перестаю держать, он не работает. Опять же, подходит под все типы кранов. Но, а есть нюанс. В нашем кране, в моем кране, если я включаю воду горячую, горячую, соответственно, она начинает без проблем идти. Я, допустим, ее выключаю, во-первых, стоит вот этот шум. Он меня, на самом деле, немножко смущает. Это первый нюанс. Второй нюанс. Я открыл-закрыл, и в следующий раз, пока вода смешивается, преобладает в горячей. Горячая преобладает. Соответственно, можно обжечься. Мне кажется, что это из-за такого типа крана. Поэтому, если у кого-то вот такой вот, то есть, однолепестковый кран, который можно отрегулировать, допустим, на нейтральную температуру, соответственно, вы, ну, только выиграете в этом. Для меня, может быть, это ряд неудобств, что мне надо отдельно включать-выключать горячую воду. Но, опять же, я это делаю только, когда мою достаточно жирную посуду. То есть, там, сковородку после жарки, там, еще чего-то. И плюс от того, что я, допустим, пользуюсь холодной водой. При этом она у нас... Вот сейчас вот я обжегся, потому что остатки горячей воды при смешивании, да, при включении. Сейчас вот она протекает, и сейчас нормально. То есть, вот в холодной воде, которая вспенена, то есть, насыщена кислородом, да, я без проблем, то есть, как бы могу пользоваться и мыть, и выполнять функционал того, что я делал бы без этого датчика. Посмотрим, как это все дело себя покажет в непосредственно в эксплуатации, в долгую. Но сейчас мне это более чем нравится. То есть, действительно, за 1200 рублей вы получаете уникальное устройство. Опять же, не касаетесь кранов практически никогда ради безопасности. Если надолго уходите из дома, просто краны перекрываете, и как бы, ну, ничего не произойдет. И сколько здесь пройдет, то есть, как бы... И самое еще прикольное, что если я даже включаю вот так вот воду, он работает несколько минут, я не засекал. По-моему, в районе 6 или 8 минут. И он все равно потом выключится. То есть, вообще выключится. Прикольно. Мне очень нравится. Нравится даже больше, чем, допустим, условно говоря, лампа. Ну, лампа должна быть, и она... Ну, настало время ее приобрести, и я ее приобрел, и она вот E-Light 480. Продолжая разговор, Алиса включит Archer. Алиса, включи Archer. Включаю. Алиса, включи Archer красным цветом. Меняйте. Вот это все работает. Сейчас установлено, включено освещение непосредственно в лампе, в Archer, и стоит умная лампа в ванной. Если я скажу, Алиса, выключи свет. Окей, выключаем. Все выключается. Как это можно интегрировать в систему умного дома на основе тех датчиков, которые стоили по акции 2000 рублей? Во-первых, вы можете настроить максимум автоматизации. Допустим, если вы приходите домой, не хотите у вас в руках сумки, не хотите трогать или что-то, не можете трогать включатель-выключатель, вы непосредственно либо голосом через Алису, либо от датчика движения будет включаться, ну, к примеру, лампа в гостиной, или лампа в прихожей, или лампа еще где-либо. Идете в туалет, датчик движения срабатывает и тоже включает освещение. Но, как я говорил ранее, о сценариях использования и о том, на что на данный момент годится вот этот набор умных датчиков, я расскажу в отдельном видео. В общем и целом, друзья, вот такая вот посылочка от PUDRU. Я очень рад пока что приобретениям. Лампа понравилась, кубик понравился. И вот эта приблуда на кран, это просто must have. Я рекомендую всем закосать просто, просто бомбил, 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 бомбалейла. Итак, по поводу кубика. Давайте поговорим насчет него. Я не знаю, какая это версия. Самая долгая, и это я подключал его. То есть, я полтора дня мучился и пришел к выводу, что данный кубик, вот моделька. Все было новенькое. В общем, в комплектах все нужное есть. Единственный нюанс по лампе, если вы хотите версию с пультом, то вы должны понимать и спросить в магазине, мне нужна версия на 48 сантиметров, 480 с пультом, и вам тогда подскажет, потому что это глобал версия. Алиса, включи свет. Включаю. Алиса, включи торшер белым цветом. Миние цвет. Смотрите, по поводу кубика. Самое долгое, вот как я вам сказал ранее, это я подключал его буквально полтора дня. Я мучился с настройками. Во-первых, мне пришлось установить модифицированную версию приложения Mi Home. Есть она на фото ПДА, называется Верф, 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 короче, на В. Вот, это первый момент. Но даже с помощью установки этого приложения он, ну, не виделся системой, не виделся шлюзом. И тут многие рекомендуют, не выносите себе мозг, просто купите Agarohab. Он умный, он работает с теми, и с другими датчиками, и с китайскими, и не с китайскими, и с Global, и в общем, все будет хорошо. Стоит там от трешки до 4 тысяч рублей. Но я принципиально для себя хотел понять, как же все-таки его возможно подключить. А все очень просто, может, для кого-то будет лайфхаком. Вы нажимаете 3 раза кнопку на том шлюзе, который у вас шел в комплекте от RST-версии набора датчиков. Устройство уходит в поиск сопряжения, то есть она готова к сопряжению дополнительных дочерних устройств. А на кубике открываете, у него один из... Сейчас возьму кубик. Одна из граней. Сейчас покажу, какая. Вот эта вот. Она открывается. В комплекте есть такая специальная палочка. Она открывается. И там вы найдете кнопку сброса. Вы на нее нажимаете, ждете буквально несколько секунд, и... Все. Происходит сопряжение. В Mi Home, а ты в этом модифицированном, появился кубик. Соответственно, его настраиваете, ну и все. Больше ничего не происходит. Вы начинаете пользоваться. Этого нигде нет. То есть, в ручном режиме надо просто сконнектить через модифицированное приложение. Подводя итог этого видео, посылки мне понравились. Точнее посылка и содержание посылки и потраченных денег мне понравилось. Мне понравилось, что лампа офигенно смотрится. Мне понравилось, что она вообще проста в эксплуатации, она проста в установке. Мне очень понравилось это устройство. Кубик, который я сейчас держу в руках, тоже мне понравился. У него есть ряд ограничений, но, как говорится, не без греха в том понимании, что... Ну, не все так просто, потому что это Xiaomi, друзья. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Извините, что видео было достаточно долгим, но я рассказал то, что я хотел рассказать. В будущих видео я вам расскажу про то, как я использую настроенный сценарий моего умного дома, который сейчас я, соответственно, собираю из-за всевозможных датчиков и устройств. Ну и у меня есть, что вам рассказать о будущем еще. И, спойлер, будет совсем интересно, совсем-совсем скоро. Подписывайтесь, пишите до нуля, если досмотрели до этого момента. Ну и совсем скоро увидимся. Всего доброго. Ставь лайк, нажимай колокольчик, пожалуйста. Это очень важно для канала. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok